Делегация Никола Пашиняна Делегация во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном прибыла в Бейрут. Пашинян находится в Ливане с двухдневным рабочим визитом. В рамках визита Пашинян проведет встречи с высшим руководством Ливана президентом Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири, спикером парламента Набиром. Бихамбери. Запланированы также встречи с представителями армянской общины Ливана, католикосом Великого дома Киликийского, Арамом Первым, а также посещение армянских духовно-образовательных и культурных центров Бейрута. Американский дипломат не исключает, что Арцах может вернуться за стол переговоров, хотя президент Ильхам Алиев и заявляет, что участие Нагорного Карабаха в процессе урегулирования неприемлемо. Я не исключаю, что это может стать вариантом. Такого мнения придерживается бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Керри Кавана. В интервью с новостью Армении Ньюс Эйем Кавана рассказал, когда он только начал работать вопросом в качестве американского дипломата еще тройного сопредседательства, когда этот процесс возглавлял шведский дипломат Ян Элиасен. Минская группа ОБСЕ регулярно привлекала представителей как армянской, так и азербайджанской общин Нагорного Карабаха. Первоначальный мандат Минской конференции указывал лишь на стороны конфликта без какого-либо дальнейшего определения. Это вызвало некоторые трудности в начале процесса в Риме, но со временем сопредседатели и лидеры Армении и Азербайджана преследовали такие модели взаимодействия, которые, по их мнению, могли бы обеспечить наилучшие шансы на достижение политического урегулирования, приемлемого для всех сторон, пояснил Кавана. Дипломат подчеркивает, что сопредседатели Минской группы поддерживают связь со всем спектром игроков, отправляются в Степанакерт и регион, встречаются с общинами беженцев в Армении и Азербайджане, встречаются с группами Диаспор и делятся новостями о событиях с ОБСЕ и ООН, чтобы обеспечить интересы всех сторон, а также международного сообщества были бы отражены в любом возможном урегулировании. История показывает, что в процессе Минской группы может быть гибким, если это способствует укреплению перспективы мира, добавил он. Турция еще не выполнила сочинские соглашения, подписанные между Анкарой и Москвой. Соглашение о создании демилитаризованного пояса между турецкой и российской сторонами в районе Идлиба, северо-западней Сирии, не было подписано турецкой стороной. Но Россия поблагодарила турецких коллег за их работу, сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании в дискуссионном клубе «Валдай» 18 октября. «Нет, их еще нет, но они будут работать в этом направлении», – ответил он на вопрос, выполнил ли он часть контракта с ним. «Мы видим, что они работают, но у нас сложные проблемы», – добавил российский президент. «Но они выполняют свои обязанности, и буферная зона, которую мы договорились создать вокруг Идлиба, на 15-20 километрах, в скором времени будет организована», – подчеркнул президент России. «Несмотря на то, что под контролем террористических групп в 4-й демилитаризованной зоне относительный покой не достигнут, террористы неоднократно нарушали положение о прекращении огня, потому что наиболее важная часть российско-турецкого соглашения не была реализована, не все вооруженные группы отказались сложить оружие в Идлибе. В ответ на отказ Аль-Нус-Ры отойти от буферной зоны демилитаризации Идлиба, сирийские власти предупредили, что они угрожают начать военную операцию в Идлибе. Они также попросили Россию принять окончательное решение по Идлибу, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. Спустя месяц после подписания соглашения о создании зоны демилитаризации между Россией и Турцией, 17 сентября в регионе может вспыхнуть новый виток конфликта. Американское правительство исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести в ноябре двусторонние встречи в Париже и Буэнос-Айресе. Есть пара возможностей, включая саммит группы 20 в Буэнос-Айресе или военный парад в Париже и ознаменование столетия перемирия в Первой мировой войне. Более вероятно, видимо, на встречу в верхах двадцатки заявил представитель исполнительной власти США, комментируя перспективы новых личных встреч Путина и Трампа. Торжества во Франции по случаю столетия перемирия в Первой мировой войне состоится 11 ноября. Саммит группы 20 пройдет в Аргентине 30 ноября по 1 декабря. За три года при поддержке России удалось полностью разгромить бандформирование исламского государства. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Во время выступления в рамках пятого совещания глав Минобороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии глава российского оборонного ведомства отметил, что армия правительства Сирии в настоящее время контролирует большую часть территории страны. В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны, отметил министр обороны России. За время проведения операции на территории Сирийской Арабской Республики уничтожено более 87 тысяч террористов, освобождено 1400 поселений и более 95% сирийских территорий. Напомним, операция воздушно-космических сил России на территории Сирии началась 30 сентября 2015 года. После обращения к российскому лидеру Владимиру Путину, президента Башара Ассада. Известный турецкий скрипач в чат Ашкан в память известного стамбульского армянского фотографа Ара Гюлера исполнил круг Комитаса. Ашкан поставил свою работу в странице в Facebook, указав на Ара Гюлера. Многие армяне, общественные деятели, художники, журналисты и члены армянской общины сделали публикации в социальных сетях, вспоминая истории, связанные с Гюлером, выражая сожаления в связи с кончиной легендарного фотографа. Хамшенский армянский интеллектуал Джимиль Аксу заметил, что Гюлер всегда фотографировал и представлял забытых, угнетенных и рассказывал истории о незнакомом человечеству. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Балэми» в исполнении «Сона Игарика». «Балэми» в исполнении «Сона Игарика». «Балэми» в исполнении «Сона Игарика». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!